Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы опять девочки, три девочки, дочка, сестра моя и я собрались в горы. Куда нас заведет судьба, посмотрим. Ну, хотим посетить монастырь мужской, как получится. Вот все вам буду показывать. Подъезжаем к горам. Все-таки решили мы посетить монастырь. Уже скоро к нему подъедем. Все, мы припарковались. Здесь очень сложно было припарковаться, конечно. Вот уже подходим мы к монастырю. Он уже послушник вышел. Здесь недалеко от монастыря Святой Источник. 15 минут. Пошли мы в монастырь. С 8 до 8 сегодня. Ой, сколько здесь зелени. Какая красота. Монастырь, пещера, музей камней. Вот экскурсии, пожалуйста. Даже заказ автобуса есть. Хорошая территория. Называется монастырь Свято-Михайлоафонский. Мужской монастырь. Возрожден в 2001 году. Русская православная церковь, Московский патриархат, Майкопская и Адыгейская епархия. Объект культурного наследия Русская и Адыгейская епархийская мячина. Основанный в 1877 году. В 1800. Да. Вот, Марина, написано, как называется. А я уже оттуда прочитала. Свято-Михайлоафонский мужской монастырь. Это он возрожден в 2001 году. Меценатом адыгейским, да, по-моему? Вот этим, нет, золотодобытчиком, которым, как Савмен. Савмен, да, где он в музее. Мы были национальным Адыгеем. В 1928 году, по-моему, он был закрыт. Ну, это можно, это можно, знаете, историю монастыря можно почитать в интернете, набрать и почитать. А мы вот просто сейчас посмотрите, здесь ни разу не были. Ну, просто интересно, в 1928 здесь были эти склады, по-моему, что-то еще было. Большая территория, да? Да. Вон, блинная, пожалуйста. Да. Сейчас, смотри, монастырская. Вон там, наверное, там, наверное, эти свечки нужны. Вон, смотри, туалет какой хороший. Правильно, искать не надо. Шикарное, да? Такое здание целое. Что, сходим в лавочку, посмотрим на нас, в Терску или потом. это была трудовая коммуна, потом какой-то дом инвалидов был. А, здесь, да? Да. В 1928 он закрылся и действовал как так вот, в общественных, в таких интересах. А вон, Таня, пойдем, наверное, такая блинная. А потом в лавку, наверное, да? Самое интересное, это камень такой? Давайте походим. Территория такая приятная. Вот здесь вот вся территория, как она есть. В принципе, большая получается территория. Большая территория, да. Вид, интересно, общежительной пустыни. Общежительный. Ой, девочки, смотрите, фруктовый сад на месте старого кладбища. 16. Сколько здесь? Так здесь много всего. Так вот, если почитать. И конюшня. И палеонтологический музей. Начнем, наверное, мы со Свято-Троицкого храма. Одели платочки на голову. Пойдемте, да, девчонки? Интересно, снимать можно, нет? Казанская икона. А, это вот такие вот... Да. Это когда... Ну, в советское время, когда их возрождали. Возрождали. Вот так в таком они состоянии. Производить фотосъемку. В таком вот состоянии они были. Ой-ой-ой. Тут бараки прям настоящие. Такой большой храм достаточно. Большой, сильно, долго снимать. Я не буду просто так. Образно надо будет купить светочку. Вот какой иконостас большой там. Целая отдельная комната таких церковных принадлежностей. И разные ладанки. Молитвы всякие. Даже не буду перечислять. Иконы разные, четкие. Что только нету. Настойки какие-то. И книги, пожалуйста. Много. Разные чили монастырские. Вот сбитель, пожалуйста. Лукогольный. Разные-разные чаи. Может быть, кого-то заинтересует. И сосуды, и сердечный, и почечный. Какой хотите. Крема, наверное, хорошие, натуральные. Ну, ценник у них. Снимали из них. Какая-то... Не знаю. Может, склеп какой-то. Непонятно. Мы сейчас немножко походим по монастырю. Не будем полностью ходить здесь очень долго. И пойдем уже там на источник. А, где вот там снимали мы. Думали, склеп это основатель покоится. Это от этого обителя. Александрит Мартирий. Тоже какая-то часовня. Ну, та, более современная. Ну, та, более современная. Здесь эти вот лотки стоят тоже. Красивая территория. Для туристов, конечно, много. Ну, туда пошли. Вот. Такой ангелочек. Да, такие колеса, смотри. Смирь. Интересно, как сделали уголочек такой. А вот моя жимолость. Шапочная. Смотри, сколько ее. Оказывается, из нее такой... Отдохни. Из нее такой красивый... Из нее такой красивый заборчик. Где это с полиэнкологически здесь? Надо спросить. Как хорошо здесь. Тихо, спокойно. Лаванды сколько. Да, это кто тут это обслуживает. О! Экскурсия, конечно, была бы интересна, чтобы рассказали. Да, если бы была экскурсия. Это почетный. Романов. Почетный. Написано. Ктитор. Как правитель, наверное. Свято-Михайло-Афонской пустыни. Город Кропоткин, Катюш. Десятый год. Это, наверное, дизайн такой. Ну, да. Из современного много дизайнов. 145 лет монастырю. Это, наверное, там, наверное, начальство ихнее монастырское. Наверное, начальство. Да. Администрация. Администрация, да. Главный офис. Он какой красивый купол. Смотрите. Красивый. Здесь для чего-то этот корабль стоит, не знаем. Ну, название Византия. Может быть, на нем кто-то когда-то с паломничества совершали на этом корабле. Кто его знает. Ухаживают, конечно, хорошо. Аккуратненько. Все подрыхлено. Да. Красивая территория. Ни одной травки нет. Вон, целая аллея белых роз. Немножко они, конечно, на солнышке жарко. Вот еще какая-то часовня. Там за забором что-то еще строится. Тоже, скорее всего, будет принадлежать к монастырю. Из истории, исторические личности. Не буду не постанавливаться. Казакам станицы Дондуковской. От казаков. От казаков. Казак станицы Келермесской. Ага, казак станицы Келермесской. Интересно. Георгиевские кавалеры. Полный георгиевский кавалер. Там какие-то кавалеры. Вот бумажечки там, видите, записулечки всякие. Да, написали. Вон, это наподобие стены плача. Видите, вон там в дырочке желания свои люди загадывают. И туда бумажечки в этих щели вставляют. Такая комнатка потайная. Там в лицо. Все видно, что такое старенькое. Вон стихо-лимесе. Мне интересно, кто тут. А вон там какой-то крестик. И тут крестик. Да, это вот. Это чего-то осталось от какого-то строения. Строения столько лет. Пожалуйста, он, наверное, сдается целая беседка. Хорошо сегодня здесь. Спокойный ветерочек. Какая красивая кошка. Какая у нее расцветка шикарная. Ой, какая красавица. Люблю кошечек. Так, наверное, сувенирно. Сувенирная лавка. Ну, это чисто туристическая такая. Нет. Жилье сразу. Мы вышли из храма. Конечно, там много очень современностей. Они зазрят столько всего. Да. Надо было как можно по возможности сохранить старые элементы. А вот, пожалуйста, с этой стороны. Вот это монастырь. Да, конечно. Вот деревянные. Тут уже вот они. Какие были. Конечно. Вот какие были, да? Пластиковые. И этот сайдинг какой-то сверху. Где-то металлический. Ну, да. Вот он не нужен. Деревянные. Ну. Да, современного много. Действительно. Можно по-современному красиво восстановить. Ну, да. Да, просто побелите все дерево или красочка какая-то. Там уже получается рано, что на переелах не было пластика. Мужчины зашли, посмотрите туда. Вот она, часовня, которая стоит на этот город. Ну, да, мы заехали, видимо, не остыть до этого. Потому что там где-то вероятнее. Иди, иди, иди. И у нас хорошо, что мы вот это живем. Ну, вот пошли мы на святой источник. О, какой, какой. Это ослик? Ослик. Ослица. Можно пройти нам в библиотеку, не по тропинке. Ой, смотри, какая шляпи. Очень. Она лапку дает? Да. Дашь лапку? Дашь? Ой, как ты умеешь. Да, молодец. Ой, пора. Да нет. По тропиночке идем теперь. Здорово, хорошее. Вот написан источник. Ну, вот здесь сейчас не жарко. Сегодня это жаркий день. Здесь такая прахня есть. Мы вот вдоль монастыря идем. Источник вот по тропиночке. Здесь даже лавочки есть, пожалуйста. Кому. Кто устал. Кто устал, может, люди разные, пожилые. Может отдохнуть. Хорошо под этими столетними деревьями. Не меньше им поставили этим деревьям. Может быть и больше. Да. Может быть и больше. Может, на обратном пути найдем где-нибудь речку вот эту горную? Время не потратили, как будто не в горах. Да, что-то слишком уж осовременено. А вот такая табачка. Вот уже, пожалуйста, вам лавочки. Народу много. Машин много. Мы почему-то думали, что такая какая-то тропа. Здесь так слишком все осовременено. Может быть, конечно, для нас и лучше, для людей. Но хотелось бы такой действительно источник, источник. Так. И туда и смотровая, и источник сюда. А сюда интересно. А, вот все понятно. Спасибо. Там вход, там выход. О, вверх, кстати, жиловато. Все, девочки, все бутербродики сейчас сожгем. А как тут красиво. Да. Это что-то. А воздух не передать. Не передать. Идем мы. А там, посмотри, как красиво. Главное, не наступи, мама. Куда? А, да это просто земля. Нет, это шум. Это мне кажется, что-то ослик шел. А, ослик шел. Мужик оттащил сюда бедный ослик. Вот. Вот немножко осталось. А, Мишка, да, там? Ну, да, нам тогда придется быстро бежать. Ну, даже, ну, там бы повели бы, да? Уже легче идти. Ну, в следующий раз, ну, так можно спуститься. Так, раз быстро. Ну, туда быстро, да? Ага. Главное, не упадешь, об дерево лоб стукнешь и все. Нет, девчонки, знаете, надо там впереди стоять недвижа. Тут быстро бы люди забегали. Ага. Инфаркты, инсульты, ты что? Посмеялись, девчонками. Вот, уже все легче чувствуется запах, аромат источника. Ой, как ветерочек хорошо. Какое дерево огромное повалилось. Ветерок нас спасет. Немножко осталось. Вон люди идут уже с водой. У нас бутылочки маленькие. Ну, ладно. Вот он источник. Дошли мы до источника. Здесь, оказывается, очередь такая, чтобы налить себе бутылочку святой водички. Потом мы пойдем на... А, сейчас пойдем на смотровую, а потом уже... А, ну, давайте наберем водички. А вон, девочки, а вон купель, купель. Посмотрите, пойдемте посмотрим. Написано «Малая купель». Да, «Малая купель». Ну-ка, давайте посмотрим. Сколько там температуры? Четыре вроде бы. Градуса. Пойдемте почитаем. Ну, там, оказывается, видите, какая закрытая. Туда заходят. Там, наверное, раздеваются. И вон по очереди. Ну, мы не будем купаться. А что там? А мы просто потом так поснимаем, посмотрим. Можно будет? Ну, просто в земле выкопанное деревянное. Так, сейчас мы посмотрим тоже. А, вот как. Такая вот банечка. Не банечка. Вон, такая купель. Угу. Там по лесенке, ну, глубокая достаточно. Ну, ладно, все. Здесь вот большая. А здесь большая купель. Ну, туда тоже не будем заходить. Там люди купаются. А мы не будем. Здесь такая вот. Анастасик такой. Со свечками. Здесь емкость, наверное, по цвету и воду запасают. Ну, здесь самый источник. Люди набирают водичку. Ну, вот такая вот очередь. Наша уже очередь подходит. Угу. Видите, что там какие хорошенькие девочки. Подошла, можно сказать, почти. Чуша золотая была. Еле, ну, сейчас мы будем наливать. Это кружечка стоит. Ну, все. Долго мы стояли. Полчаса, наверное. О, вот иконочку сюда. Дерево. Ну, все хорошо было. Вот. Идем мы на смотровую площадку. Только не знаем пока. Сейчас спросим. Это тут 300 ступенек, да, говорим? Ну, пойдем, пойдем. Пойдем, если 300 ступенек. Ну, куда-то идем. Вот уже 130 ступенек. Можно с утром прогулять. Нет, тут это все. Да, что красиво. 130 ступенек. Подняться, спуститься. Только трикса. Ну, да. Ты жила на пятом этаже. Мы в частном доме. А у меня там ступенек штук 8, наверное. Ступенечек у нас эти. Не одна. Вот уже 210 шагов. И слышно, смотри. Так, колокол. Вот, получилось 240 ступенек достаточно таких хороших. О, хорошо. Вот. Пришли мы на смотровую площадку. Погуляем сейчас. Такая вот часовенькая. Я, как всегда. Растушки меня манят, манят. Даже в горы засуха дошла. Здесь было, конечно, на жарко там. В Геогинской. Ой, какой вид. Таня, здесь тебе доставай свой фотоаппарат. Вот это красиво. Красота. Смал. Смал. Или Смаб. А, вот. Смаб можно позвонить. О, да. О, слушай. Смаб. Что такое? Таня, давай звони. Таня, звони. А мы тут это потом не позвоним. Здесь можно самим звонить. Желание загадывай. О, как здорово. Красиво. Ух ты. Мне музыку подала. Гул до сих пор идет, да? Я могла на себя дернуть. Только не сильно. Я, Наташа, мелодию... Давай. А, придумаешь мелодию. Я загадываю желание. Вот еще домик какой-то. Написано открыто. Посмотрим, что здесь. О, это молельная такая. Можно зайти, помолиться. Ставить свечку. Поставить свечку. Иконостасик такой. Сейчас мы поставим свечки. За здравие за всех. Так приятно. Здесь хорошо. Хорошо здесь. У кого народа нет. В уединении. Пойдем сейчас виды посмотрим. Так приятно. Такой звук очищающий. Колокол. Люблю я колокола звук. Ну, это какой-то новый маршрут. Каньон. 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 Где Гуака. Интересно. Каждый раз все туда новое. Новое. Находим, да? Что он тут такое? А, вон там. Ну, карьер какой-то. Карьер. Слушай, а может это не мешок или? Наверное, мешок. А мы же проезжали там рядом. Там же карьер, да? Там же все рядышком здесь. Карьер, да. Может быть, да. У нас есть видео про мешок. Там просто рядом карьер. Мы там еще камни мраморные брали. Как очень. Да, да, точно. Как красиво. Ну, тут. Смотрите, спуск такой. Не знаю, может быть, камера не передаст. Но очень круто. Еще какие-то тропинки есть. Так кто-то еще и пытался куда-то туда пройти. Ой. Да, рискованно. Так какая-то гора моя. Так какая-то. Вот какая-то гора. Сегодня горы видно. Надо узнать. Но если узнаем, напишем. Так, красиво. Вот это мы на вершине горяхи физиабга, что ли. Блин, надо почитать. Вот где монастырь находится на горе физиабга. Чем-то теплым туда идет. Да, да, да. Нагрелось. Красота. А может быть, туда залезете, а я его сниму? Нет, туда. Вон туда наверх. Ой. А я его сниму. Нет, не хочу. Юморист по-туда. Там какая-то деревня, поселение. А мы не оттуда пришли, разве? Не знаю. А может быть, мы оттуда и пришли. Стоило сюда, конечно, сходить, прийти. Ой, это же этот мой оттуда. Да, мне кажется, мы оттуда приперлись. Это же вот это и есть. Вот так вот, мне кажется, мы вот так вот шли. Ничего себе мы здесь прошли. Там истаркник, наверное. На стырь же там, да? Да, вон, по-моему, колокол, этот купол, то есть. Мне кажется, это он. Да, вот купола. Там у нас машина стоит. Кто? Это нам еще спускаться и спускаться. А мы думали... Километра два мы прошли, не меньше. В гору. В гору, да. Сейчас легче будет спускаться. Ну, красиво, конечно. Стоит. Так, девочки, как красиво. Сейчас расскажу. Это вот, который вон там виднеется, да? Вот сам монастырь на вот этой горе построен Физиабго. 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 Это мы вот сегодня пока ехали, историю немножко почитали. А вон там, по-моему, снег лежит. Там и снег лежит. Да, да. Там прохладненько. Да, вот он, горы. Вот там снег лежит. Ой, как прям... Прямо уж как будто душу очищает, да, колокольные? Вон. Хорошо. Красота. Ну, все. Спасибо этому месту. Правда, как душой прям отдохнули. Сейчас пойдем немножечко другой дорогой. Не через источник. Здесь совсем другая дорога. У меня пледики есть. Без разговора. Ой, с удовольствием мы. Сейчас еще, девчонки говорят, мы еще в мешок поедем. Так что экскурсия наша продолжается. А здесь вот какие ступеньки. Уже протоптанные. Какие интересные. Что? Ступеньки? Да. Протоптанные. Где-то сглаженные. Вот. Так что... Ой, как правда. Все, все здорово. Все, пошли. Идем потихоньку. Говорим о медведях. Не, ну, по-моему же они черные. О медведях. Чтобы в последнее время ролики стали показывать часто, как медведи там к машинам подходят. А это вот... Надо поближе как-то их снять, чтобы видно было. Вот он, он попал. Это монастырские свиньи, девчонки. О, хрюшки опять их много. Вот им тут раздолье. Ой, гуляют по лесу. Нет, 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 нет. У меня еще не зарядилось. Ух ты, хрюшки, хрюшки. Кабаны местные. Медведи. Лучше пускай хрюшки, чем медведи. Да, да, да. Кабачкам тоже лучше не встречаться. Нет. Поросей не видел. Ой, сколько их. Там маленькие. Там целое семейство. Много их. Там, видимо, он большой, маленький. И тут два больших, вот. Два больших, а остальные, видимо, детки. Он маленький для больших, да? Ну, подросток. Такой, наверное, этот. А может, такие сорта? О, вот она. Это порода такая. Хрюха идет. Хрюха идет. Ой, увидели хрюшек, девчонки. Контактный зоопарк тут. Представьте, стоим в лесу, где-то там, возле монастыря. И здесь вот такие вот животные еще гуляют. Священные животные ходят. Вот это хряк монастырские свиньи. Что-то там роются себе. Слушайте, что-то находят они ведь, а? Труфиля. Труфиля, наверное, находят, да? Интересно. Шикарно же будут. Все, мы сели в машинку. Сейчас пойдем дальше путешествовать. Поедем. Едем в сторону мешока. Здесь такая гравитная дорога. Деревья какие-то. Ой, сейчас вот покажу. Такая вот дорога. Камень такой, да? Я делаю пыль вот такой. Ага, ой. Сильная. Это каменомоски тут карьер. Карьер огромный. Помните, мы смотрели? Мы тут были уже. Вон он карьер там. Ага. Там мы уже снимали. Да, снимали, да, там карьер. Там очень большой карьер. Вон он его. С пешком ходил. Там видно его. Люди ходят на экскурсию. Что-то не дай пахнет. Голодная. Мы же голодные, да? А мы же не любим дружить. В обычном, ну там, веклистах. Нам надо где-нибудь найти. А мы сейчас там пикничок с деревьями. Деревья такие, как будто в снегу. Белые, серебристые. Красиво как. Видимо, дождя давно не было. Да, дождя давно не было. И неприбитая пыль такая. Здесь потихоньку еду сзади. Очень быстро. Окей. Вот мы наконец-то остановились на измешок. Ой, вы не представляете, какая здесь красота. Вот знаете, по телефону это не показатель. Не показатель. Ну мы сейчас на улице солнышко такое. Мы нашли здесь под кустиками, под деревьем, такое вот местечко затененное. Разложили здесь пикничок. Сделали себе пледики такие. И сидим, отдыхаем. Ножки наши, конечно, встали. А вон, представляете, над пропастью летают экстремалы. Главное, каска одета, кому-то эту спасет. Ага, каска спасет. Ну, может быть, вдруг... Глава целая отдельно будет, правда. Ну, целая. Да, страшновато, конечно. Постоянно над пропастью летают. Ой, 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 ой. А, кстати, здесь же было как-то вот этот дельтаплан, по-моему, или как-то называют. Канат. Нет, мешока. Мешок. А, мешок был. Да, он загорелся, что ли, погиб. Ой, был, туристка женщина. Туристка женщина погибла. Так что вот. Ну, кто хочет, кто-то рискует. Ну, здесь тоже, знаете, может и канат оборваться, да? Ну, люди, риск благородное дело. Даже вот здесь, если уснуть, можно скатиться. Можно скатиться, там же вот обрыв, видите, он обрыв. Ну, мы сейчас покушаем, отдохнем, и потом... О, искать. И потом... Да, и потом вам все здесь покажем. Ну, красота, конечно. Ну, блин, блин. Вот очередной экстремал. О-о-о-о. А куда они потом там? Вот там площадка. Да, правда? Нет. Нет. Они вон там вот потом еще пристегиваются и по скале идут. Там такой отступ маленький. Да, да. И они там еще по скале карабкаются вверх. А потом обратно, да? И оттуда сверху вот обратно катятся. Ой-ой-ой-ой. Да. Ну, грубо говоря, весь вот канат, он идет вниз чуть-чуть, чтобы скатиться. А там вам нужно подняться наверх, чтобы туда скатиться. А, ну да, чтобы скатиться, это точно. Там немножко выше. Там, если заметите, вон там по горе они, видите, карабкаются. Да. И там такие вот опасные ступенечки прям по горе. Гонские здесь еще идут прогулки. Вон уже обратно едут люди. Вначале на ту сторону, потом обратно едут, да? Благополучно. Ой, горы не прощают ошибок. Сейчас вот сидим, здесь вот отдыхаем. Смотрим уазик. Вот уазик, прямо вот отсюда. Мы думали, думали, там дорога. Здесь же все мы не знаем. И уазик, вон туда, вон туда, где люди стоят, а там обрыв. И вот на этой полной, на скорости и туда. Говорят с человеком. И такой грохот был страшно. Ну, сейчас дочка пошла, узнает, что там. Ну, конечно, пошли МЧС вызывать, но... Ну, наверное, с такой высоты там шансов нет остаться в живых. Так, что будьте осторожны, товарищи. Осторожны, будьте. Вот здесь вот тоже, вот здесь нет, там еще подальше есть ограждение. Здесь вот, вот сейчас вот только люди стояли, вот прям вот на этой вот, вот на этой вот скале, вот нам прям вот-вот. Фотографировались, еще в сланцах таких скользких. Ну, вот что это такое? Это же не шуточки. Вот так вот. Это упал, упал туда прям. Ужас, конечно, какой-то ужас. Страшно, грустно, страшно, что сказать. Человеческая жизнь этого не стоит. Рисковать вот так вот ради, не знаю, ради хайпа. Не знаю, вот. Вот тоже летают люди. Железо есть, железо есть и какая-то там усталость железа. Я не понимаю, как это называется, конечно, но это тоже. Так они вот еще долетают вот до этой вот скалы. Потом там вон дорожка есть такая, вот они туда вот карабкаются и уже оттуда с высоты повыше, чтобы наклон был обратно, обратно. Так там надо еще вот по этой ответственной скале подняться и добраться. Все смотрят, что там такое. Скорая приехала. Там вот спасатели идут. Значит, человек был. Там был человек, да? Да. Он на нашу не проедет, надо пешком. И куда они собрались-то проехать? Да, спасатели не просал. Спасатели сейчас спустились. Куда? Ну, там, ну, какие там? Куда машина? Там она не проедет. Здесь только... Оказывается, машина упала и зацепилась за деревья. Поэтому взрыва не было. И там 100-метровый уступ. Говорят, живой человек. Дай бог, чтобы спасли его. Вот вон врачи идут, медики. И там еще спасатели. Дай бог, чтобы он живой человек остался. Пожарная машина приехала. Быстро отреагировали. Может, Ань, куда-нибудь? Так, вот. Еще спасатели пошли. Да. Господи, хоть бы был главный живой. Да не говори, господи. Машина не сытая. Да. Машина обычно... Ну, вот уазик обычный. Не знаю, что он, какой он там. Уазик пестрый, да? Здесь водят, да. Обычно вот такой вот, только зелененький. Зелененький. Вот такой маленький. Только он старый, зелененький. Ну да, типа такого уазика. Да. Обычно такой вот. Под уклон, видать, машина. Вот здесь она стояла. Или не справились с управлением, или еще что-то. И вот... Скорее всего, она поехала, он растерялся. Наверное. Но она так тихо, не работала она. Она самоходом ехала. Ну, поставила, наверное, здесь ее на пригорке. Да. И все. А ручник не сработал. Да. Вот сейчас спросили спасатели. Решили не наверх его поднимать, а туда вниз спускать. Вниз. И там потом уже вот... Решили его транспортировать. Ну, вроде, говорит, живой, но непонятно. Сегодня, оказывается, один человек еще с водопада упал. И вот сейчас вот. Так что, люди, еще раз говорю, будьте осторожны. Что это не игрушки. Это мы не в телевизоре смотрим, смотрим и не стоим. Вот сейчас вот говорю, а посмотрите, вот, молодежь. Вот видите, вот посмотрите, видишь, что творят. На самый краешек сели. Вот. Вот эти фотографии, они не стоят этого человеческой жизни. Да, мне кажется, как любим кого-то. Один с водопада, один отсюда. Сегодня хотели еще туда вот дальше подойти, показать. Но, знаете, честное слово, нет настроения. И как-то прям не очень приятно. Пойдем-ка, пойдем. Я тебе хотела показать качели, которые вставили на обрыве. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем, пойдем. Качаться не будем, ладно. Вот мешок написано. Написано буквами, такими большими. Здесь вот есть площадочка для ребятишек, хорошая. Кафешечка такая. Ой, уже солнышко заходит, уже 7 часов вечера. Куда мы идем, Таняш? Какие-то качели здесь, говорит, поставили над оврагом. Просто посмотреть. Ну, нам только сегодня еще на качелях качаться. А, вот. Ого. Вижу, вижу. Ну, природа, конечно, ну, не выскажешь. У меня есть, если кто-то хочет посмотреть, осенью мы сюда ездили. У меня в плейлисте путешествия есть экстрим-парк Мешока. Посмотрите. Осень очень красивая. Мы подходили поближе туда и снимали там внутри. Ой, внутри, внизу там идет такой, ну, сейчас покажу обрыв. Ну, я просто после этих событий боюсь сюда подходить близко. Обрыв, и там река. И очень красиво, конечно. Это вот такие вот качели. Качели-камикадзе. Качели точно под обрывом. Такие над обрывом. Мы когда приезжали, таких качелей не было. Ну, это, конечно... Ой, только посмотришь на них, уже становится страшно. Боже мой. Сейчас покажу. Здесь не было ограждений, Наташа. Не было. А мы вон... Я понимаю, и не было. Сейчас я вам поближе покажу. Ой. Даже страшно. Вон, посмотрите как. Вон, дорога внизу. Вон, дорога внизу. Вот. Всё. Да, вот дорога. Нет, мало ли вот этот уступ когда-нибудь обрушится. Кто его знает. Вот это тоже может, да? Конечно. Здесь грунт такой... Мы как-то не очень рискованные, но очень красиво. Осенью. Да, я тоже сказала, что... Вот там, представляете, вот эта вот полосочка, эта дорога. Мы на трассе. Может, мы там перехватим, посмотрим. Да, не надо туда. Да, не надо туда. Очень красиво. Ну, я не. Тем более, после сегодняшних событий. Вот это вот, тут стоит вот этот кусок над обрывом. Да, он же прибыл. Ну, я в такой присутствую. Да ещё человек сегодня с водопада упал, сказали. А сегодня ещё говорят, ещё про пакет. Ну, всё. Хватит. Сегодня нам экстрима хватит, девочки. Да, хватит. Ну, всё. Сейчас пойдём на машине и пойдём домой. Спасибо, что оставались с нами. Сегодня, конечно, такая в конце не очень хорошая, не очень весёлая информация была. Ну, надеемся, что человек будет живой. Всем всего хорошего. Здоровья, главное. Мирного неба. Будьте осторожны, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»